Всем привет! Здесь я хочу представить несколько способов подключения двух ноутбуков или стационарных компьютеров между собой. Что может быть полезным для обмена информацией или, например, игры по сети. И как это сделать я расскажу на примере двух ноутбуков. Рассмотрим первый вариант подключения по сетевому кабелю. Для достаточно старых сетевых карт на компьютерах или лаптопах необходимо, чтобы кабель был обжат в перекрест. На современных сетевушках такая необходимость уже отпадает и витая пара может быть обжата прямым способом. Что я сейчас и продемонстрирую на текущем кабеле. Подключая его между представленными ноутбуками, затем, включив оба лаптопа, в их операционных системах нужно сделать ряд настроек. На ближайшем ко мне ноутбуке, работающем на Windows 7 захожу в центр управления сетями и общим доступом. Выбираю изменение параметров адаптера и в текущем окне, кликнув правой клавишей мыши по значку подключения по локальной сети, перехожу в пункт свойства. В открывшемся окне выбираем протокол TCP IP версии 4. Здесь прописываем IP адрес 192.168.0.1, а маску под сети оставим по умолчанию и сохраняем сделанные изменения нажав ОК. Таким же образом на втором ноутбуке, но работающем на Windows 10 перехожу в параметры сети и интернет, где кликаю по центру управления сетями и общим доступом. А далее, как на предыдущем лэптопе, добравшись до настроек протокола TCP IP 4 версии, прописываем IP адрес 192.168.0.2 и помимо маски под сети, в качестве основного шлюза указываем айпишник первого ноутбука. После сохраняем сделанные изменения. В большинстве случаев указанных настроек будет достаточно. Но также следует проверить связь между устройствами путем вызова на рабочем столе окна выполнить с сочетанием клавиш Windows Plus R и запуска команды ping с указанием IP ноутбука, подключенного с противоположного конца кабеля. В текущем случае можно видеть, что интервал ожидания запроса превышен. Поэтому, перейдя к лэптопу, от которого нет ответа, в настройках антивируса для проверки временно отключаю защиту фейервола. В результате можно видеть, что ответ пошел. Если антивирусная защита не установлена, то следует посмотреть настройки брендмаура самой операционной системы. Также в центре управления сетями в текущем разделе может быть просто отключено сетевое обнаружение. Для обмена информации в качестве примера я настрою доступ к указанной папке, где в ее свойствах на данной вкладке, кликнув по общему доступу указываю разрешить всем и применяю сделанные настройки. В появившемся окне включаю обнаружение сети. Затем перехожу в расширенный доступ и ставлю галочку напротив указанного поля. Чтобы передать или принять информацию с другого ноутбука, нужно кликнув по значку этот компьютер в адресной строке указать IP-адрес через два обратных слыша устройства, на котором расшарена папка. Таким образом здесь можно видеть файлы, находящиеся на соседнем лэптопе. Установить связь между ноутбуками или компьютерами можно и по Wi-Fi. В этом случае следует выбрать какой из лэптопов будет основным, то есть сервером, а какой клиентским. Также не поленитесь проверить включен ли Wi-Fi модуль на обоих устройствах. После на главном ноутбуке открываем командную строку от имени администратора, выполнив представленные действия. В открывшемся окне вводим команду, которая создает виртуальную точку доступа. Также здесь можно указать свое имя и пароль. Затем, прописав представленную команду, запускаем только что созданную точку доступа. Перейдем в центр управления сетями и посмотрим IP-адрес текущего сетевого подключения, который понадобится для осуществления доступа к расшаренной ранней папке. Соответственно, для подключения на другом ноутбуке, в трее кликнув по значку отображаемых беспроводных сетей, остается выбрать точку доступа и ввести пароль. Также я разрешаю устройством в сети обнаруживать текущий лэптоп. Успешно установив соединение, попробуем зайти в сетевую папку, расположенную на главном ноутбуке по его IP, который мы ранее посмотрели. В итоге, как можно видеть, доступ к файлообменнику имеется и все работает. Возможной проблемой при подключении к точке доступа и работе с ней может быть то, что в настройках беспроводной сети, а именно протоколе TCP IP версии 4 прописан адрес для другой сети, поэтому лучше оставить настройки в автоматическом режиме. Еще одним вариантом подключения двух ноутбуков или компьютеров между собой может быть использование Bluetooth. Отмечу, что в отличие от лэптопов, на стационарных компьютерах не всегда имеется Bluetooth модуль, поэтому можно воспользоваться, например, соответствующим USB адаптером. Для установки соединения на одном из ноутбуков в трее, нажав по данному значку, выбираем «Показать устройство Bluetooth». В открывшемся окне модуль должен быть включен, как здесь. Затем нажимаем на значок плюсика и выбираем «Добавить Bluetooth устройство». Теперь переходим на второй лэптоп, где, кликнув правой клавишей мыши по данному значку, выбираем «Открыть параметры». И в появившемся окне на первой же вкладке ставим галочку напротив поля «Разрешить обнаруживать этот компьютер». Применив сделанные изменения, возвращаемся к соседнему ноутбуку, где теперь в добавляемых устройствах отображается значок лэптопа. И при нажатии на него появляется сообщение с предложением проверить представленный пин-код на втором ноутбуке, что, собственно, я и делаю. Нажимаю на всплывающую надпись и в открывшемся окне видим, что код совпадает. Таким образом кликаю по клавише «Далее» и тем самым устанавливаю соединение. Аналогично на первом ноутбуке нажимаю на клавишу «Подключиться». Настроив связь между устройствами, теперь можно попробовать передать какую-либо информацию. Для этого в папке «Документы» я создаю текстовый файл с именем «Тест». Затем, сохранив в нем изменения и закрыв его, кликаю правой клавишей мыши по созданному файлику и выбираю пункт «Отправить», где указываю по Bluetooth. Из представленного списка нажимаю на текущее имя рядом стоящего ноутбука. Затем перехожу на лэптоп, куда передается файл. И, нажав по всплывающему окну запроса, подтверждаю передачу. По завершении кликаю на рабочем столе по значку «Компьютер» и переместившись в «Документы», где открыв папку Bluetooth Folder, можем видеть представленный файл. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.